еще раз всем добрый вечер вот наверняка будут вновь присоединившиеся скажу что я первый эфир сохранила моего уже можно будет посмотреть в профиле и я постараюсь сегодня же вечером выгрузить его на youtube вот для тех кто в первый раз присоединяется скажу что мы с вами в магазине мануфактура в городе одесса магазине бобинной пряжи меня зовут аня вот и я вам показываю обзор на ассортимент в магазине который сейчас в наличии вот большая часть большая часть не так наверное большая часть уже показана она сохранена в первом эфире можете просмотреть там летние пряжи новинки вот мериносы и еще какая-то часть пряжи вот а сейчас мы с вами сколько успеем по крайней мере по времени посмотрим что есть еще я надеюсь девочки закрыли у меня дверь потому что я один совсем один магазине вот я переключаю сейчас камеру мы с вами будем продолжать мы с вами остановились на вот этой альпаки с кашемиром которая со скидкой так и наверное на этом все по скидочным позициям в общем-то вроде сел я весь показала и в любом случае он есть на сайте дальше вот это тоже пряжа который всем полюбилась она очень приятная мягкая ведь она с таким блеском вискозным характерным видите состав здесь альпака район полиомид район это разновидность вискозы очень хорошо смотрится смотрите какой жемчужный блеск у полотна хорошо пружинит очень остался вот этот вот жемчужный такой бежевый вот это последняя бобина вот такой passion коричневый коричневый с меланжем вот он в полотне у него состав идентичный просто он более толстенький вот такое из него получается полотно по моему это бобиночка последняя но могу привирать вам возможно есть еще одна надо смотреть красивый он же черный вот это карис а черного есть как минимум еще одна бобиночка и вот такой вот passion бледно оливковый он такой полынивый оттенок очень красивый вот кто-то уже даже окном магазин приходил даже не один человек приходили в джемперах из этой пряжи так дальше вот такая ярко малиновая розовая смесовочка с прошлого года у нее состав не не для знаете как изощренных вязальщиц потом меня запроса метод но пряжа потрясающе вот правда вам скажу она очень приятная она очень струящаяся это такой вот шнурочек цепочка она хорошо держит форму она очень хорошо пружинит вот из нее английская резинка даже спицами получается великолепная так дальше вот такая бюджетная тоже смесовочка ровничного типа это soft dream осталась она в таком темно-бутылочном цвете он не черный надеюсь вам передается что он именно бутылочного зеленого оттенка вот она по 55 гривен за 100 грамм у нее хороший состав хороший метраж вот я вязала образец в 3 нити из вот этого кремового цвета его уже нет к сожалению вот смотрите как она держит рельефы вот резиночку конечно не держит гладь тоже вполне достойно смотрится в общем мягкая бюджетная она не колючая совершенно хорошая пряжа дальше остался вот такой не уверена вот это последняя по моему бобиночка это стопроцентный меринос тоже ровничного типа 400 метров на 100 грамм вот так он смотрится в полотне это очень мягенький хороший меринос очень легкие получаться в полотне вот тоже достаточно хороший хорош он по цене дальше здесь у нас есть еще есть такая бюджетная смесовочка с альпакой вот в таких цветах значит черный такой темный беж вот такой вот серо-голубой вот такой серо-бежевый меланжик хаки такой темный и и крю вот пряжа для чувствительной кожи немножечко покалывает вот так она ложится в одну ниточку в гладь характерно для альпаки такие кривоватые петельки вот но я думаю что если вязать в несколько сложений это все нивелируется вот такая тоже у меня вполне себе неплохой состав и отличная цена для этого состава дальше я покажу вам что осталось у нас из бабы мулине значит остался вот этот оттенок тоже уже две девочки приходили в свитере из этого цвета очень красиво он смотрится дальше вот такой морковный меланж вся эта пряжа также есть у нас в профиле есть отдельное видео с провязами на канале instagram tv и gtv он же вот и отдельно есть пост с этими со всеми цветами несколько их постов есть в отдельный так для него мануфактура баба нас даже кто-то писал в анкетах что нужно ввести теги под каждую пряжу в общем то мы так стараемся делать есть в общей теге типа мануфактура меринос мануфактура полушерсть мануфактура лен и так далее и есть отдельно под каждую позицию мануфактура баба на большинство позиций есть значит что такое баба это меринос с кашемиром вот этот обычно на полутора тысяч на это 500 метров на 100 грамм потому что здесь скрутили за счет чего получили мулине скрутили три разных цвета значит еще раз по цветам вот такой вот бежево-серый морковный вот такой очень светлый бежевый есть бежевый тоже с очень светлым серым вот такой лососевый он на камеру очень плохо передается я на фото постаралась его передать дальше вот такой красивый более он тоже серо-бежево такой с оранжевый какой-то не знаю сложный сложная малина вот вот этого у нас нету в профиле так как на тот момент нам не привезли со склада бобинку или вот они внезапно обнаружили всего всего по моему две бобиночки вот и такой вот черный с полынью очень красивый там темная полынь и черный цвет вот он как раз сверху образец из него вот образцы на машине в одну ниточку связано на пятом классе а вот этот я вязала в две нити на пятерки спицами вот провязываешь горю опять же видео о провязок есть в профиле не буду дублироваться чтобы не занимать много времени дальше здесь у нас стоит мерино с шелком а тут zen и нанчина zen это производитель бота джузеппе у нанчина производитель либо баруфа либо бота поала это один концерн поэтому на одних бобинах может быть баруфа на других может быть бота поала но в общем-то это одна гильдия вот такой синий джинсовый он более приглушенный в живую с меланжиком очень красивый черный мерино с шелком такой достаточно он не настолько яркий тоже опять же вся эта пряжа есть у нанчина есть мануфактура нанчина у zen есть мануфактура zen свои теги нанчина более мягкий более объемный такое пухлое более полотно из него получается zen очень хорошо держит резинку пружинит хорошо он более матовый в нем не так выражен этот блеск хорошо держит форму вот такой сейчас серы видите вот есть мы нашли вот такого темного изумруда еще нанчина и кстати нанчина видите с таким с белыми как прожилками белесыми вот достался вот темный изумруд и вот такая еще красная груша кроме синих оттенков дальше вот это смесовка eros это смесовка для ну на мой взгляд отлично для водолазок смотрите вот ее состав это печь в филате не любят всякие такие смесовки она вот этот красивый такой серый вот реально у нас как серая бирюза она очень мягкая очень мягкая пряжа невероятно приятная она отлично про почему я говорю для водолазок потому что она отлично пружинит вот этот образец он такой посвободнее порохлее нам нужен был а вообще если связать ее чуть плотнее она отлично пружинит отлично держит форму вот у нее цвет вот такой вот пудровый бежевый это серая бирюза и очень-очень темно-синий дальше есть вот такая пудрового цвета смесовка тоже на демисезон тоже достаточно бюджетно очень приятно очень красивая многие девочки в зале из нее палантина джемперы хорошо получается в 3-4 сложения вот так она смотрится дальше для демисезона а кстати есть вот такой остаточек fusion тоже хорошая смесовка похоже на диамант тут остаточек можно кстати и к твидом подмешивается здесь по-моему 200 с чем-то грамм не помню вот можно подмешивать куда-то чтобы облагородить или придать полотну большей мягкости большие струящести вот а здесь по демисезону хорошие мериносы с хлопком вот такой есть от баруфа мистрал и есть вот такой от бота джузеппе таити опять же мистрал более объемный вот смотрите полот оба полотна связаны в одно и то же количество сложений на одинаковых по моему даже нет плотности разные но просто вот это полотно в 5 нити потому что здесь 2 400 метров смотрите какое объемное полотно в 5 нити то есть вполне можно использовать 3-4 сложения для более тонких джемперов обычно джемпер очки вяжут на вот такой он коричневый меланжик тоже есть эта пряжа в профиле вот таити красивейший цвет я обожаю такие он сера такой вот серо-бежевый тоже 5 сложений но смотрите полотно более тонкая можно конечно в 4 но вот опять мне нравится можно 45 сложений вот если этот больше все-таки мистрал советую в 4 3-4 сложения максимум то этот можно вполне 45 вязать вот пряжа мягкая приятная матовая вот поэтому подойдет для мужских изделий я знаю что очень многие не любят блеск в мужских изделиях поэтому отлично подойдет не жаркая для тех кто не любит жарких полотен это пряжа потрясающе подойдет дальше вот такой атомироглио артикул смотрите здесь вискоза немножечко мериноса и полиамида пряжа с таким вот небольшим небольшим меланжиком с характерным вискозным блеском гладкая струящаяся очень приятная но у нас куда-то делал кто-то увел образец не знаю нет его не могла его найти вот шелковистая можно как добавку вот у нас сегодня брали как добавку к махеру с шелком можно как самостоятельное изделие что уже заговорил самостоятельное изделие на демисезон на лето даже вполне потому что здесь эти 26 мериносов проверьте они вас не согреют совершенно дальше вот такой тоже такая смесовочка на демисезон тоже можно на пледике кстати использовать здесь хлопок меринос немножко шелка пометражу 1600 метров я думаю что в сложении в 45 будет хороший летний пледик вот так она ложится в полотно вот это был у нас голубой но осталось где-то около 700 грамм по моему вот этого серого он таким с легким меланжиком светлый серый хорошая пряжа для пледиков вот мягкая матовая приятная вообще потрясающе дальше здесь стоит буквально наш любимец девочки я прошу прощения попью воды потому что садится очень сильно горло я хочу все таки договорить эфир продолжим вот это любимец просто любимец всех и вся потому что пряжа классная мега классную вы слышите да у нас пряжа очень классно вот это просто фантастический состав здесь у нас меринос кашемир и шелк пряжа матовая пропитанная видите никакого не блеска не пушка нету толком значит по цветам вот такой и крю только он в полотне потом станет гораздо белее вот такой насыщенный такой темный красный более алый красный вот такая маленькая бобиночка голубого значит есть вот такой меланжик он серо-жемчужно-бежевый вот такой вот остаточек видите там вот бежевой пудры и есть еще черный и вот этот цвет мой фаворит вот кто у нас часто бывает на эфирах вы знаете что все что серо-лиловое серо-коричневый это вот все у они будет фаворитом так но это отступление очень красивый оттенок он как темный тауп тауп это такая смесь серого коричневого фиолетового такая то есть сложный оттенок который вот сложно назвать одним словом смешано несколько цветов я думаю что в полотне он будет невероятно красивым я попрошу девочек создать образец вам stories покажу именно из этого оттенка теперь из другого оттенка но образец из этой пряжи это нечто фантастическое девочки потому что она посмотрите с каким пушечком едва заметный такой шелковый блеск благородный у полотна она очень мягкая очень приятная вот этот образец у меня в руках связан в две ниточки на плотности 6 на пятом классе зацепился вот есть вот такой образец в три ниточки то есть для плечевых изделий можно использовать три сложения потому что в таком варианте полотно будет лучше держать форму потому что это все-таки плечевое изделие хочется чтобы она и на локтях на месте оставалось и на груди и так далее потому что в две нити полотно хорошие она очень легкая воздушная но она более подвержена такой вот деформации механической вот в две ниточки у нас связали для рейса девочки в ателье вязали палантин в две нити он шикарен он воздушный нежный по моему 250 грамм он весил при том что он очень широкий был а если сейчас кто-то из девочек смотрит может меня поправить вот он легкий воздушный огромный он больше двух метров в длину и по моему 50 сантиметров в ширину вот для палантинов два сложения отлично для плечевых изделий все таки я бы советовала 3 что для ручного вязания можно и 4 сложения пряжа хорошо будет тогда полотно будет хорошо форму держать хорошо смотреться вот а вот и роисточка для которой мы вязали палантин как раз рассказываю о нем так так вот вот еще раз цвета вот издалека очень красиво то у передается с таким вот я не знаю насколько вам это показывать но в нем есть фиолетовый тон едва заметный пряжа классная так вот дальше что у нас здесь вот для детских пледов для тех кто любит яркие цвета можно использовать вот такой шнурочек это мериносовый шнурочек с небольшим добавлением полиамида очень хорошо пружинит под спицы четыре с половиной пять можно быстро выгнать плед такой вот салатовый и ягодно малиновый такой оттенок дальше вот такая есть смесовка тоже на демисезон пойдет это меринос с вискозой скажем так бюджетный вариант мерино со шелком они отличаются буквально в два раза в цене по цветам есть вот такой и и не было еще в профиле не успела еще выложить вот такой есть серый вот такой светлый жемчужный оттенок серый вот такой холодный бежевый есть еще вот такой серо-зеленый немножечко из джинсового вот такой кофейный оттенок антрацит и по моему еще черный должен быть значит как она смотрит вот так она смотрится в полотне очень хорошо кстати девочки вязали он в цеху образец она резинку держит потрясающе не знаю как и затем в носке возможно чуть расслабляется но вот пока связано полотно резинка очень упругая и вот она хорошо пружинит так по цветам вот так по стоимости в это же увидели если что девочки можно делать скриншоты писать нам директ мы там уже подробнее завтра ответим дальше и есть вот такой мерино с вискозой вот такой серо-сирене но он даже не сиреневым с каким-то лиловым тоном и его такой более графитовый оттенок тоже хорошо смотрится пряжа и в глади вот так смотрится из неё гладь и вот так это на смотрится в резиночке это все на машине связанные резиночки по вам это называется промышленная репсовая я не буду смешить машинисток своими тут этими знаем познаниями в машинной вязки ну в общем она очень хорошо пружинит и был где-то образец репсом вот это точно знаю что это репс вот тоже очень красиво смотрится тоже ее девочки брали и как добавку к какой-то пряжи и как самостоятельную демисезонную пряжу брошу сюда завтра поправим так здравствуйте здравствуйте девочки так дальше переходим дальше нам еще осталось вот эту часть посмотреть вот эту стоечку посмотреть вот эти две стоечки с регуляром кашемир и пушистики и спицы так вот значит стопроцентная шерсть есть 1400 метров вот такая вот слива такой даже баклажан темная слива очень красивая хорошая это овечья шерсть дальше вот такая овечья шерсть есть джавалан черный оттенок она достаточно такая вот с пушочком матовая вот все остальные свойства шерсти у него сохраняются она эластична она хорошо держит резинку хорошо смотрится дальше здесь у нас стоят так называемые лэмпсулы здесь 80 шерсти либо ягненка обычный не мериносовые в ци либо 80 процентов шерсти 20 полиамида то есть я почему говорю либо что потому что есть и те и те вот по цветам вот такой я просто издалека так обзор не видно картину скажу так целом вот такой снежный желтый бежевый апельсиновый такой темный бежевый только более же ну как желточек фрезия вот такой серо-черный синий он с джинсовым меланжем я подойду еще ближе вот такой оттенок и крю темно-зеленый немножечко серого вот такой лазурный и розовый с таким лавандовым тоном вот такой лососевый голубой в там вот вообще светлый такой лососевый вот этот оттенок как такая не совсем антично но вот как роза вот вот такой желточек и темно-синий сейчас подойду поближе чтобы рассмотреть пряжа вот такой нежный желтый с меланжем вот такой винтер темно-бежевый апельсиновый вот такой еще вот так вот так карамелька такая фрезия вот образец из фрези связан на машине в три нити для этой пряжи что характерно во первых это кардная пряжа однониточной крутки но полотно ложится ровненько вроде как не косила не было у меня никаких замечаний к нему она очень хорошо набухает для полотна в три нитки из полутора тысяч метров поверьте мне это очень толстенькое полотно она очень хорошо набухает в спицами вот четыре сложения мне кажется больше ей не надо потому что это будет толстый валенок вот этот вот мокрый асфальт такой интересный оттенок темный такой синий джинсовый такой оттенок как сгущеночка она очень легкая у нее расход вот за счет того что она хорошо разбухает вот если в три нити вязать там расход на джемпер оверсайз буквально грамм до 300 не больше ну на м-ку это и меньше по моему даже на эльку у меня 313 грамм ушло то есть она очень мало расходно если в 4 ниточки вязать но тоже грамм 350 до 400 максимум и это мы говорим о оверсайзе так вот такой вот оттенок и крюл такой оттенок как неокрашенный натуральный серый меланжик одна бобиночка здесь по-моему 300 что ли не помню вот это лазурь по моему все что осталось и вот этот розовый лиловый это паола 166 да такой вот с меланжиком такое есть меринос артикул называется это не меринос это шерсть и полиамид вот такой красивый желточек и вот такой синий без милан без меланжа он классический такой вот синий так вот такой есть яркий джинсовый вот такой розовый меланжик более такой вот как как что как ржавый оранжевый наверное охра что-то такое вот такой еще есть и крюшечка так вот этот вот меланжик видите розой его называла все такой вот он несколько оттенков то есть прокрашена пряжа в разные цвета так вот это смотрится такой еще и синий темный вот такой голубой сероватый и вот там есть еще более серо-голубой это уже дублируются цвета вот еще есть вот такой кстати графитовый серый видите так дальше здесь у нас новала сейчас прежде чем покажу вам эту новуна а хочу вам показать вот у нас есть отвязанная палантин и простите за вот это вот антураж есть отвязанная палантина девочки вязали в две нити на машине из вот этой новую полотно я хочу почему бы хотим показать в большом полотне посмотрите она с таким пушечком с небольшим-небольшим таким вискозным блеском он живой практически не виден больше на камеру виден. Смотрите, как оно хорошо драпируется. Оно очень пластичное, мягкое, шелковистое, приятное. Вот. Этого тоже нового, но этого цвета нет уже. Вот этого розового еще немножко есть. Я вам хочу... Сейчас мы с вами бросим на весе и посмотрим, сколько это весит. О, кстати, мериносик есть вот такой. Видите? Такая темная-темная горчичка. Так. Огромный палантин, чтобы вы понимали. Он весит 300 грамм. Но он, вот, надеюсь, вам видно, 298. Но он очень большой. Видите, какой он. Он больше 2 метров и, по-моему, сантиметров 60 он в ширину. Вот. И теперь по новоле. Какие у нее есть цвета? Есть вот такой фиолетовый темный меланж. Вот такой черный шоколад. Помните, я в том, кто смотрел еще первый эфир, я вам показывала там люрекс на хаки основе. Видите, как с шоколадными цветами? Ой, он хорошо смотрится. Вот такой он дает легкий мерцающий эффект. И очень красиво это смотрится вживую. Так. Значит, есть вот такая черная новола. Вот такая есть новола в цвете трюфель темный. бета. У нее абсолютно идентичный состав. Просто это другой производитель. Такой есть остаточек фуксии. Вот такой красивый есть. Хороший бежевый оттенок. Это вот тот самый розовый цвет, который я вам показывала палантин. Вот такой есть оттенок песочный. Его достаточно еще есть. Дальше есть... О, это тоже лэмс, кстати. Тоже 80-20. Вот такой есть хаки темный, холодный оттенок. Такой есть коричневый бета. Издалека он лучше передается. Вот такой карамельный темный бежевый. Вот этот такой серо-синий. Сине-серый. Вот такой есть электрик. Ну и в принципе все. Наверное, это по цветам, остальные повторяются. Дальше. Вот это вообще любимица моя. Я ее сегодня выпросила у девочек из цеха. Это луизела. Это кардная смесовка с ангором, ангорой-мериносом и совсем немножечко полиамида. Она восхитительно смотрится в глади. Отлично смотрится в варанах. Она очень хорошо разбухает. У нас просто ее давно не было, и мы спрятали образцы. Я, честно говоря, что-то упустила их достать. В общем, если там отлистать далеко-далеко наш профиль, она есть. Она была в очень большое количество цветов. Из нее тоже получаются легкие-легкие изделия. У нас девочки вязали, у нас Лида вязала платьишко с жаккардом по джунко-комод. Она просто свитер превратила в платье. Там расход что-то в районе 450 граммов. А платье большое. Вот. Есть вот такого песочного, светлого-бежего. Есть две бобины вот такие большие. Пару килограмм точно есть. Темного-бежего по-моему. Ну, что-то там в пределах 500 грамм. То есть, на одной изделии есть. Есть немножечко черного. Вот. Здесь ангура не такая явная. То есть, тут нет вот такого длинного ангурового ворса. Она чуть-чуть добавляет пушка, но пряжа очень мягкая. Она совершенно не колется. Она, ну, по крайней мере, я вязала. Она не косила у меня. А раны получаются красивые, рельефные, но такие плавные. Не такие, которые топорщатся, как у мериноса, а такие вот они мягкие, нежные. Дальше. Вот это пряжа по типу кьяры. Меринос ангура полиамид. Но, в отличие от кьяры, у нее более такой невыраженный, скажем так, пух. У нее интересный такой меланжик. Вот. По-моему, вот это еще одна бобинка или что-то такое. Есть тоже малорасходная пряжа. Вообще, все кардные пряжи не имеют очень маленький расход. О том, что такое кардная пряжа, у нас есть по тегу мануфактура полезный, есть пост о том, что же это такое и с чем его едят. Тоже, наподобие луизеллы, есть вот такая смесовка Харви. Отличие в том, что есть немножечко кашемира, то есть полотно еще более мягкое. Это вот в черном цвете одна бобиночка осталась. Ну, тут тоже, кстати, вот эта небольшая бобиночка тут вполне себе свитер может выйти. Дальше, здесь у нас мулине, мериносы мулине. Это тоже такая достаточно бюджетная, но классная очень пряжа. Она легкая, она в две нити получается, такое хорошее по толщине полотно, оно под спицы 4,5-5 в две нити получается. У нее метраж 750 метров, она очень хорошо раскрывается, посмотрите, какое пушистенькое получается полотно, она очень теплая, очень легкая, мягкая, не держит резинок, но это единственный, наверное, ее минус такой, ну, за то, что она такая приятная и легкая, ей, наверное, можно все простить. Такой зеленый меланжик, черно-белый, синий-белый, вот такой коричнево-светло-бежевый, и вот немножечко такого терракота с бордо осталось, по-моему, так, вот этот, по-моему, уже забирают, поэтому не показываю вам его, вот этот, по-моему, забирают, вот, поэтому пряжа классная, она вот в две нити, по-моему, до 400 грамм у девочек уходила на джемперы, поэтому хороший вариант, дальше, вот этот, я вам сегодня в сторис показывала детский свитер, очень стильный, Наталья вязала из вот этой смесовки Долан, она чем-то напоминает Дороти, здесь 92 мериноса, 8 кашемира, вот, есть вот такой серый оттенок и вот такой антрацитовый, вот это еще одна бобиночка, смотрите, как пряжа хорошо раскрывается, разбухает, мы ее вязали на машине, на спицах, она тоже отлично, отлично прям вяжется, даже в одну нить, потому что, в принципе, метраж позволяет, и то, что пряжа кардного типа прядения, позволяет ее вязать чуть более рыхло, потому что она потом раскрывается, и вот эти вот все межпетельное пространство, они очень хорошо, хорошо закрываются вот этим пухом, дальше, похожая очень смесовка на вот эти предыдущие, марта называется, вот, шерсть, полиамид и немножечко ангоры, тоже ее берут либо как самостоятельно, либо в смеси, допустим, к этой пряже добавляют, например, еще какой-то махерчик, или еще что-нибудь, и получаются такие легкие, хорошие джемперочки, вот такой темно-бежевый, красный, черный, и вот такой мраморный серый, вот таким, видите, как с меланжиком, мраморный, а еще вот такая фисташка, можно вязать, еще чем хороши кардные пряжи, они очень хорошо ложатся в жаккарды, потому что вот эти, сплетаются вот эти петли между собой, у нас даже есть какой-то небольшой жаккардик, вот эти вот все петельки между собой хорошо сплетаются, и это полотно потом смотрится как единое тканное такое полотно, как будто тут нет у вас ни протяжек, ничего, как будто вот просто вы вытащили из машины какое-то такое полотно, из волшебной машины, которая за вас все связала. Дальше, так, твидики я вам показывала, новенький, ага, вот эта смесовочка ровал, тоже смесовка кардного типа, опять же, что характерно для карда, в первую очередь, это шершавое полотно, шершавая такая ниточка изначально, которая достаточно сильно всегда пропитана, которая не держит резинок, но при этом она всегда, если это кард, она всегда очень хорошо раскрывается, она слабоватенько, или условно держит резинки, назовем ее так, потому что на машине можно связать резинку, которая даже какую-то упругость будет иметь, со спицами, ну, как бы немножечко сложнее, по цветам, такой приглушенный бордо, насыщенный, такой травяной, теплый, зеленый, и вот такой фиолет, вот у нас вязали образец в три ниточки, смотрите, какой пух, достаточно плотный, при небольшом содержании кашемира, здесь его 5%, пушочек достаточно плотный, такой пряжа мягкая, пластичная достаточно, сейчас вам покажу, здесь плотность, видите, аж на какой плотности на машине связано, раз, два, три, четыре, нет, не посчитаю, четыре, пять, шесть, семь, восемь, ну, то есть, это максимальная практически плотность, если вязать спицами, вот в три нити, я бы начинала, наверное, спиц 3, 75, четыре, ну, то есть, вы понимаете, что это 500 метров, на спицах 4 миллиметра, значит, пряжа очень хорошо раскрывается, дальше, вот такой еще есть аналог, Дороти, это Бран, тоже 9010, в таком цвете полынь, он, кстати, сейчас очень хорошо передается этот цвет, потому что он на фотках очень часто бежевым получается, но он не бежевый, вот такой именно вот с полыньевым тоном, когда-то я вязала вот в три ниточки образец, на спицах 4 миллиметра, вот, опять же, он косит до стирки, во время того, как у вас полотно, вот вы его отжали, оно вас, вы его раскладываете сушить, вы его выравниваете, это полотно, и оно высыхает ровным, и потом ни в процессе носки, ни в процессе последующих стирок, оно больше эту форму не теряет, такой красивый кашемировый пух, ну, тут, скажем так, он кашемировый, мериносовый, потому что меринос тут тоже карный, и поэтому он тоже вот так вот открывается хорошо, смесовка гамма, вот здесь 35 меринос, 20 кашемировискоза и полиамид, очень пластичная, смотрите, какая она, видно по полотну, что вот оно с таким небольшим блеском, и оно очень хорошо драпируется, хорошо струится, кардная, в основном всегда у нас кардная пряжа, связана в три сложения, я просто уже примерно понимаю на машине, хотя я не вяжу на машине, примерно понимаю, в какой плотности просить девочек мне связать, вот, мягкая, красивая, и очень хороший холодный оттенок серого, достаточно холодный, хотя он даже и не совсем, не то чтобы прям холодный, он такой между холодным и теплым, он не желтит, вот, с таким тоже мраморным меланжиком, вот он, так, кто-то спрашивал у меня про вот эту шерсть, это стопроцентная шерсть, волен вошь, полторы тысячи метров на 100 грамм, а, нет, наврала вам 1600, по цветам, вот такой рыжий, таракотовый, ну, как яркая такая ржавчина, вот сейчас он неплохо передается, кстати, вот такой вот зеленый, оттенок пыльной розы, такой античной розы, вот такая вот, горчица, не горчица, и вот такой фиолет, коричневый, у которого есть фиолетовый тон, вот он как шоколад, такой насыщенный, днем, кстати, более выражен этот фиолетовый тон, видите, он меняется от освещения, значит, образцы девочки мне вязали в 3 нити, опять же, если вязать спицами, то это, скорее всего, где-то вот как четверочка, но, опять же, все зависит от вашей плотности вязания, и вот такой оттенок пыльной розы, достаточно холодный, хороший цвет, опять же, стопроцентная шерсть, не помню, сказала или нет, вот этот любимец всех и вся, потому что и мы его любим, у нас Лена вязала свитер из этой пряжи, и девочки наши, кто постоянно у нас бывает, тоже вязали много из этой пряжи, хлопки показывала в первом эфире, можно посмотреть там, да, есть бежево, какие-то песочные, небольшое количество, ну, в общем, надо там смотреть, не буду возвращаться, потому что мы не закончим никогда, вот, так вот, смесовка Херон, которая тоже отлично подходит на Демисезон, здесь шерсть, хлопок и немножко полиамида, хороших два цвета, икрю, и серый, я вам ее, я вам ее, миллион раз уже показывала, но покажу еще миллион, первый с большим удовольствием, потому что пряжа действительно классная, она кардного типа придения, видите, характерный такой, как для карда, пушок, она легкая, она воздушная, ее на машине в одну ниточку, прям, прелестно вязать, девочки и спицами в одну ниточку вязали, ну, кто не любит тонкие спицы, ну, относительно тонкие, то есть это где-то, ну, 3,75-3,5, наверное, вот, кто любит спицы от пятерки, 4,5-5, то можно брать в два сложения, видите, она такая прям фактурная, набитенькая получается, вот, вот такая, вот буквально сегодня, по-моему, я в сторис показывала, или не показывала, не помню, но я обязательно в профиле еще покажу, Женя вязала свитер из вот этого цвета икрю, очень такой нежный, красивый, кстати, по смесовкам с кашемиром, есть вот такой еще оттенок клоу, он тоже коричневый, с таким вот серовато-лиловым тоном, вот, очень мягкая, приятная пряжа, смотрите, какой красавец, прямо такой с пушочком густым, плотным достаточно, хорошо очень открывается, по-моему, два раза стирали эти образцы, у нас многие образцы уже по несколько раз стираны, в магазине, потому что я их стараюсь периодически отстирывать, во-первых, для того, чтобы посмотреть, как меняется пряжа, во-вторых, они, особенно светлые тона, бывают очень упачкаются, дальше, 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 здесь у нас стойка стоит с толстячками, какие-то толще, какие-то менее толстые, вот это, шервуд, всем уже тоже полюбился, некоторые уже по второму и третьему изделию вяжут, пряжа очень мягкая, очень прямо, она, я ее прям с удовольствием рекомендую для вязания деткам, опять же, те же пледы можно какие-то воздушные вязать, потому что она очень мягкая, прямо очень, она с таким вот пушочком, девочки, если есть те, кто вяжет сейчас, они мне не дадут соврать, вот это она в две нити так смотрится, в одну, у нас, ну, такой достаточно рыхленький образец, можно вязать плотнее, вот в одну ниточку видно, какой у нее пушочек, она такая гладенькая, гладенькая, приятная очень, по цветам, вот такой неоновый лимонный, серый меланжик, молочный икрю, вот такой припыленный голубой, вот такая сирень, вот этот ягодный тон, и, наверное, это все, вот, из них можно миллиард просто сочетаний делать, можно вот так посочетать, можно вот так посочетать, можно вот так сделать сочетание, а можно вот этот с ягодным, но единственное, вот с молочной и с ягодом, надо осторожно потому что этот может подокрасить воду вот потом вот это сочетание тоже очень красивая можно вот так вот сделать сочетание на такое более спокойное получается в общем вариации миллион пряжа мягкая классная для деток супер дальше вот такой толстячок обеса вот такой у него состав 180 метров на 100 грамм тоже такая ровничка которая потрясающая вот она смотрите какая крутая в полотне под спицы где-то пять с половиной шесть в зависимости от вашей плотности а то и 7 вот по цветам опять же вся эта пряжа есть в ленте это уже скажем так напоминание дублирование такой травяной оттенок черный темно-синий вот там вот сзади стоит вот такой рисковый пушистик серо-коричневый яркий голубой такой желточек горчично-желтый такой ягодные вот такой вот фуксия вот этот цвет антрацит как мокрый асфальт и молочный такая же пряжа есть еще более толстая артикул называется белон сейчас мы с вами его посмотрим он тут соседствует на чуть в других цветах значит есть посмотрите вот тот же все то же самое только она толще 120 метров смотрите вот такой вот серый меланжик 3 какой толстяк красивый это вот мне кажется за вечер два можно свитер связать даже такими темпами как я вижу когда когда в общем успеваешь вязать очень мало такой серый меланж такой вот бежевый не знаю сколько вам видно такой бежево-серый такой серо-коричневый очень красивый я вам в профиле покажу обязательно девчонки создали обалденный длинный практически в пол кардиган из вот этого цвета и ушло буквально по моему написали 700 или 800 грамм они брали больше килограмма думали что не хватит а ушло всего лишь 700 800 грамм при том что пряжа очень толстенькая это потрясающий расход вот и вот такой сливовый баклажан на сливовый это тоже красиво и можно делать сочетание когда есть серый цвет можно какие угодно делать сочетание вот вы такой еще из толстячок называется бани мохер baby альпака полиамид девочки все показываю с этикетками с метражами чтобы вы могли увидеть и все есть в ленте вот этой пряжи нету в ленте это бани серый меланжик такой вот тоже в зале девочки нам на машине хорошо что у нас появился третий класс мы спицами честно говоря не успеваем все отвязывает вот такое тоже под спицы где-то ну шестерку я думаю не меньше и вот такой цвет портвейн он сейчас более коричневый но он такой коричнево с бордово коньяч на вот таким вот он тоже с меланжиком очень красиво на попрошу девочки из него связать образец чтобы можно было посмотреть какой он в полотне дальше вот это ровничная шерсть стопроцентная цвет видите такой taupe как холодные бежевые такое серо серый как мокрый асфальт как синий красный очень много девочек вязали из него и джемперы и аксессуары красиво смотрится в полотне он хорошо в гладь ложится хорошо в узоры ложится вот этот как по мне вот этот оттенок taupe он такой вот самый самый такой вот как маслянистый твит который самый новый пришел показывала его самом начале прошлого эфира есть еще еще один твитик сейчас наберемся и до него как по мне вот этот цвет самый мягкий вот это стопроцентная шерсть не мериносовая это обычная шерсть но она не полкая если крайне чувствительная кожа возможно но вообще даже не полкая вот с этой стороны у нас тоже стопроцентная опять же ровничная шерсть не мериносовая но она тоже не колючая вот я взяла шапку тоже показывала много раз которая много носилась прекрасно ведется пряжу вот это вот все что осталось из вот этих меланжиков ровничных так вот это пряжа с неизвестным составом точным процентного соотношения у нас нет знаем что там шерсть альпака и полиамид где-то в соотношении натуральная часть 50 не натуральная тоже 50 цвет вот такой вот бежево-песочный серым меланжик и вот такой коричневый серый меланж вот так тоже хорошая пряжа девочки вязали по моему пальто жакет из нее такие здоровские получились на достаточно бюджетная по 65 гривен вот такая потом девочки кто я помню я просто не могу вспомнить кто на я помню кто-то спрашивал про алиби это такое молочный толстячок вот он как зефирка объемные воздушные и мы нашли еще две бобинки вот такие большие смотрите какой он красивый мягкий в полотне пряжа не колется она очень мягкая такого красивого молочного кремового оттенка с таким вот пушочком толстенькая тоже достаточно 150 метров смотрите какая из нее великолепная получается гладь изнаночная лицевая и в узорах она будет хороша вот поэтому кто хотел берите на заметку есть еще и у нее не знаю как по мне для этого состава это очень хорошая цена вот есть еще вот такой интересный товарищ это толстенькая такая пряжа с секционным окрашиванием секции не очень длинная вот вы видите есть секции с таким более бордовым оттенком с более ржавым таким оранжевым более коричневым более серым вот так это смотрится у нас еще стоит большая бобинка может быть в ней виднее тоже под спицы 5-6 миллиметров теплая легкая очень мне кажется тоже она будет очень мало расходная потом вот это моя тоже любимица из полу шерсти потому что она очень мягкая и объемная пряжа мне последнее время прям нравится такие толстяки по цветам смотрите это гэтсби у нас в профиле есть вот этот цвет и вот это горчичный а вот он кстати такой бежево горчичный и вот этот цвет нету вот этого темно-темно-синего он практически черный и вот там сзади есть такой серо-черный вот он с зеленцой вот такой толстячок тоже пряжа 62 гривны за 100 грамм она под спицы мне кажется 7 миллиметров мягкая такая пластичная пластичная вот этого цвета уже нет поэтому хочу попросить девочек чтобы они мне из вот этого цвета связали образец вот а сзади стоит вообще классная очень пряжа которая вот по цвету не передается я ее в профиле вот все что я вам показываю она есть в профиле потом этот эфир будет сохранен вы сможете посмотреть эфир в записи останавливать пальчиком делать скриншоты вам так будет удобнее потому что если я буду долго останавливаться ассортимент очень большой мы за три часа не закончим этот эфир вот вот этот артикул в профиле передан цвет правильно сейчас на камеру он не передается правильно вот эти все изумрудные оттенки не всегда на камере получаются синими но суть в том что пряжа очень классная она мягкая она такая достаточно пластичная и вот буквально сегодня мы разговаривали и сказали что на большой свитер достаточно там не скажу какого размера но где-то 52 54 наверное ушло всего лишь 500 грамм на такой свободный оверсвитер при таком метраже это потрясающий расход правда вам говорю он есть вот в таком красивом изумрудном цвете цвет лучше посмотреть в профиле сейчас он некорректный так белон кстати есть еще вот такой черный спросить и вот он стоит здесь мы его вот сюда и поставим так дальше с этой . тут у нас это сумочки их тоже можно покупать они из натуральной ткани с ними можно ходить за продуктами за покупками к нам за покупками для того чтобы как можно больше защищать нашу природу такие сумочки по 130 гривен за сумочку я сказать за 100 грамм уже автомат вот они с нашим логотипом при желании можно добавить еще логотипов много их сделать дальше буквально обзор на кашемиры значит вот это четыре позиции это гребеной кашемиру на данный момент единственный гребеной кашемир который у нас есть наличие что характерно для гребеного кашемира что вообще значит гребеной кашемир это значит что вот когда вы чувствовали вот этот подшерсток у кашемировых поз я сейчас очень по простому рассказываю для того чтобы не углубляться в теорию есть его как бы разделяют на две фракции этот пух на более длинные волокна которые вот имеют большую длину и более короткие из более длинных волокон вот этой вычесаны то есть их вычесывают вот эти длинные волокна из общей массы и придут вот этот вот гребеной самый качественный самый лучший считается кашемир потому что это отборные волокна он для него что характерно он с таким вот прям на бобиночках видно что он с блеском видите такой для него характерный блеск он струится он пластичный он достаточно эластичный он имеет упругость в отличие от кардного кашемира вот такой шелковистость он очень приятный по расходу он более расходный чем гребель чем картный кашемир потому что он практически не меняется до после стирки у него становится более ровным полотно правда не знаю куда делся после вчера а вот он образец кстати сейчас с коралловым покажу вот смотрите у него есть пух но он достаточно короткий и видите есть такой небольшой блеск полотно говорит что она нежнейшее мягчаше думаю не стоит вы все знаете что кашемир потрясающе вообще сам по себе не важно будь то кардным будь то гребеной гребень он всегда очень нежный прям вот ты трогаешь полотно и закрытыми глазами ты понимаешь что это кашемир прям сто процентов по цветам тоже этот кашемир весь есть профиль и по цветам вот такой коралловый он не настолько яркий в живую он более приглушенный такой вот в нем больше оранжевого тона чем красного очень красивый вот такой лиловый он не то чтобы прямо точно передается вот такой крем и крю крем кто как называет сливочный оттенок и его такой антрацит антрацит хорош тем что его можно сочетать и с кремовым и с вот этим коралловым такое интересное получится сочетание принципе и вот так ярко и суперски смотрится можно их разбавить вот этим кремовым будет вообще такой ну прям классный дальше вот такой есть кашемир хидон оливковый такой золотой цвет золотой оливки это уже кардный кашемир вот он видите более матовые уже совершенно другое прошу прощения садится голос вот тоже есть кашемир в профиле потом осталась одна бобиночка вот такого икриот кориаджи тоже это кардный кашемир смотрите какой нежный нежный пух плотный у полотна вот по контуру образца смотрите и сразу понимаете что тут есть такие кашемир красивый цвет молочный он в нем есть желтинка но он не смотрится как грязный он очень благородно смотрится дальше вот такой вот кашемир от баруфы смотрите здесь очень плотный такой пушочек тут намешаны много оттенков которые соединены в такой сложный меланж серый с коричневого шоколадного таким вот оттенком в полотне смотрится здоровски и в живу этот цвет тоже он при дневном освещении дает какую-то такую розовинку розовое такое свечение очень красивый вот такой есть полированный джинсовый кашемир вот если не знать что это кашемир можно подумать что это хлопок но когда касаешься полотна да и понимаешь конечно что это не хлопок потому что слишком мягко для хлопка он очень очень выполированный этот кашемир в нем практически нету пуха вот его единственным недостатком является то что он в глади косит поэтому его надо использовать в какие-то теневые не знаю такой незаметный теневой узор какой-то взять чтобы компенсировать вот это вот кручение нитки и не дать ему косить дальше из классного кардного кашемира есть кашемир монголия вот в таком красивом красном цвете вот я взяла в три ниточки образец на спицах три с половиной нежнейшее мягчайшее полотно с таким красивым красивым теряет фокус у меня камера что устала видимо с таким нежным нежным пушечка легкая воздушная вообще потрясающе вот есть в таком красном цвете и вот такой ультрафиолетовый он не синий он сейчас на камере синий он на самом деле насыщенный такой фиолетовый ультрафиолет вот такой вот цвет на камере сейчас не передается в профиле постаралась передать его цвет потом есть вот такой хороший кардный кашемир у нас наташа с раненка такие потрясающие свитерочки из него вязала это кашемир тибет от натурал фэнтези он сейчас со скидкой здесь мы добавляли такой желтенький люрекс эти он мерцает но и уже забрали этот люрекс вот найдешь привет вот по цветам такое зеленое яблочко то остаток желтенького есть побольше и вот такой бордово-коричневый вот этот образец я вязала спицами в 3 нити на 375 а вот эти образцы они связаны в две ниточки на машине вот здесь у нас остались кашемиры с пайетками в очень небольшом количестве вот такой вот полынивый серый это стопроцентный кашемир 700 метров на 100 грамм к серый с полынию маленькие маленькие мерцающие пайетки вот такой вот серый серый меланжик вот этикетка не от того цвета но содержание то же самое вот такой толстый кашемир он 500 метров и здесь ошибка у нас перепечатать 500 метровый толстый кашемир такого красивого черничного цвета цвет сейчас к сожалению не передается точно это кардная тоже все кашемиры которые открываются становятся такими мега пушистыми вот этот образец можно еще еще свободнее вязать чтобы он еще больше и красивее открылся затем есть вот такой вот тоже кашемир стопроцентный с добавлением шелка точнее 90 процентов кашемира может быть стопроцентным с шелком и пайетками 90 10 вот девочки на машине вязали и я вязала спицами по моему две ниточки образец а нет смотрите вру и не краснее написано одна нить спица три с половиной вот так так дальше вот этот кашемир тоже со скидкой сейчас он по 302 гривны такой коньячный темный меланж вот в две нити образец и в три нити образец тоже он одна ниточной крутки поэтому его немножечко ведет ну вот когда вы отвязали он немножко косит но потом а он достаточно легко выравнивается по плотности здесь скажу раз два три 4 5 6 7 8 на 8 плотности на пятом классе смотрите какой густой плотный пушок он такой шелковистый мягкий я вам не могу передать насколько он классный вот и цвет такой интересный коричневый меланж я например такие очень люблю он кому-то он мрачный мне безумно нравится этот сложное меланжирование когда она от коричневого такому тема серому зеленцой какому-то переходит вот в такой есть остаточек классного кардного кашемира от баруфы темно-синего цвета тоже такой густой у него пух красивый это кашемир скоро 1400 метров тоже образец в три ниточки связан вот такой есть кашемирчик красный алый тоже мягкий нежный вот покажу вам это будет от джузеппе тоже хороший стопроцентный кашемир скоро есть еще вот такой приглушенный винный остаточек вот такой есть остаток синего кашемира тоже полированного от кориаджа с таким небольшим блеском то тоже кстати гребень вот и вот тут небольшой остаток и он к сожалению из-за своей витой очень крутки в глади тоже дает кассино но его можно добавить в какой-то более стабильную пряжу которую не ведет он добавит пряжа мягкости и нежности а то пряжа его удержит в ровном положении такой остаток или не остаток я не помню вот такого коричневого красивого теплого оттенка от лора пиано стопроцентный кашемир 1400 метров здесь есть на две пары перчаток на самом деле или на шапочку кашемир кардный вы знаете очень малорасходный поэтому вот такой есть монголиан кстати вот вот этот есть еще вот в таком лавандовом оттенке тоже здесь есть на какую-то хорошую шапочку дальше более толстенький кашемир я надеюсь вы не устали от меня более толстенький такой кашемир с небольшим добавлением шерсти такой вот джинсовый синий цвет бордово-коричневый просто темно-синий и черный у меня остался образец от светлого вот в 2 нити я на пятерке вязала просто на светлом проще показывает пряжа очень мягкая она хорошо раскрывается очень ну как кашемир девчонки вязали классные шапки перчатки вязали потом вязали такие длинные митинги из не общем что угодно вязали пряжа классная так здесь что у нас здесь здесь у нас як с кашемиром 50 на 50 такой вот коричнево-серый с меланжиком кстати надо было сегодня хотел постирать еще раз этот образец ну и тут и так видно какой густой пушочек тоже пряжа кардного типа очень мало расходная можно вязать в одну ниточку там расход будет просто смешно если вязать в одну ниточку там грамм 200 250 уйдет на изделие вот это из новогодней поставочки осталось немножко вот этого кашемира с мериносом такое мулине достаточно толстенький он 250 метров на 100 грамм спицами пять с половиной получается такой классный образец он достаточно сильно пропитан и вот видите в полотне он гораздо светлее чем в бобинке смотрится вот такое мягкий приятно здесь меринос не могу сказать что ощущается больше ощущается кашемир дальше вот такой вот люминорчик тут кашемир меринос с люрексом такой мерцающий смотрите у нас оксаночка стрелкова вязала очень красивый свитер из него красиво мерцает надеюсь вам передает так люминор дальше вот это хорошая очень-очень хорошая смесовка беджоли модеста девочки кто давно вяжут они ее знают в таком красивом теплым травяном оттенке сегодня второй раз нет третий раз стирал этот образец посмотрите какой пушочек раскрылся я сегодня стирала ланолиновым мылом до этого я стирала их перволем а вот ланолиновым мылом постирала и посмотрите какой густой классный пух по контуру надеюсь вам видно обалденно просто я прям вот обалдела какой он классный вот такой есть дальше смесовка кашкит здесь кашемир кидмохер меринос полностью натуральный состав есть вот такой черный и 1 бобиночка коричневого такого оттенка тоже он иногда уходит в лиловый днем сложный коричневый оттенок с серым подтоном пряжа очень хорошо очень раскрывается тоже кардного типа очень мало расходное девочки брали допустим одну ниточку вот эту и добавляли например кидмохер чик или еще что-нибудь и получалось такое легкое очень теплое изделие дальше здесь вот такая смесовка которая сейчас тоже по хорошей очень хорошей скидки кашемир с мериносом остался в таком черном цвете и таком холодном теплым темным болотно-зеленым он на камере получается теплый но на самом деле холодный как бы это смешно не звучало вот так пряжа тоже она очень сильно пропитана и и надо хорошо выстирать вот на наши образцы по два-три раза стирали чтобы хорошо выстирать ее так здесь у нас пушистики это астра руж есть в таком оттенке хаки многие знают эту смесовку baby альпака супик супер кидмохер мягкая мягкая шелковистая нежнейшая вот вот такой пушистик астра это кидмохер на полиамиде такой из темно-серый меланж есть вот такой нежный желтый очень нежный такой цыплячий желтый он даже нет он не цыплячий цыплячий он более такой он такой я не знаю как его описать но он нежный нежный желтый к сожалению на фото я не могу его передать иногда вот на камеру получается словить его вот этот нежный чистый оттенок бледного желтого такой есть зевс на темной основе ягодно-бордовый еще есть вот такой черный астра поменять местами чтобы астры был рядом с астром ну вот сейчас на видео он достаточно неплохо кстати вот этот нежный желтый передается вот такой черный зевс вот такой есть еще квейбэк на темной основе такой более темный бордовый тоже кидмохер кто-то спрашивал про твиды смотрите есть вот такой твидик с очень классным составом меринос кидмохер и кашемир вот этот и вот видите есть более тонкий вариант есть более толстый вариант вот такой толстячок 225 метров смотрите какая прелесть смотрите какой он очень пропитан поэтому он не выдает свой состав такой пив бобинки я когда нам отвязали образец и когда шла стирать я не знала какой состав я постирала и был дело боже что же там такое прикольное то есть виден сразу вот эти длинные ворсинки кидмохера сразу по плотному пуху вот вот возле полотна вот это которая прилегает вот этот пух он сразу говорит о том что там есть кашемир однозначно и вот длинные вот эти ворсинки кидмохера я думаю что несмотря на свою толщину пряжа не будет иметь очень большой расход потому что во первых это карт и она очень сильно набухает вот смотрите как увеличивается хочу сравнить вот смотрите не знаю вам видно мне вживую очень хорошо видно как она раскрывается такой оттенок икре вот такая овсян и овсянка и вот такой серый три цвета так дальше 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 что у нас так здесь у нас смотрите вот эта полочка вот этот ящичек это камелот в метраже 1500 метров на 100 грамм камелот мы знаем тоже очень классный кидмохер на полиамидной основе один из лучших самых известных вот лимончик мокрый асфальт вот такая тыковка яркий такой рыжий такая вот сирень серо-лиловый зеленый мох и вот такой вот коралловый дальше вот эта часть это тоже камелот но этот камелот метраже 2 200 метров на 100 грамм сейчас самое время для паутинок поэтому он пока есть можно брать вот этот цвет такой вот видите он черный с сединой самый пушистый из всех на паутинке уходит такой он невесомый на паутинке уходит в зависимости от ну вот от того насколько рыхленько она связана от 50 до 120-130 грамм максимум вот если такие тоненькие прям паутиночки вот на платьишки можно тоже на платье такие вот сам покажу наши паутинки такие платья здесь висит вот тоже уходит там грамм 110 вот такие платьишки паутинковые вот она весит по моему 110 или 112 грамм свитерочки по-разному тоже есть они есть в одну ниточку они вообще легкие грамм 70 в две ниточки вот эти свитерочки тоже 109 110 грамм в среднем вот такие прелести поэтому кидмохер эта вещь по расходу мало по эффекту очень красиво вот такой вот цвет из серыми машины красно-оранжевый такой вот шоколад классический яркий красный пепельный шоколад или трюфель такой вот мокрый камень он серый с лиловым тоном хвойный темный зеленый такой теплый травяной зеленый оттенок вот такой оттенок яблоко незрелый лимон такой вот фуксия розовый насыщенный малиновый и вот этот седой дальше для паутинок что еще можно брать можно брать смесовки с альпакой они немножечко по-другому выглядят но они не хуже если не на паутинке то на какие-то полосатые джемперочки кардиганы это вообще супер вот смотрите я вам покажу еще для тех кто не видел у нас есть такой мини версия кардиган чека в одну ниточку из пиуры связана пиура она 800 метровая от альпака вот она здесь альпа беби альпака меринос и полиамид получается легкая классная стильная вещь люрексы у нас есть пиура все еще есть на отделку можно взять что-то допустим вот этой светлой нету пиуру но можно из чего-то другого наваять вот эту светлую часть и получится у вас классный легкий весенний такой суперский кардиган у вас по расходу получится ну я даже не знаю ну грамм 200 этот кардиган дай бог будет весить смотрите какие красивые оттенки такой бутылочный зеленый рыжик яркий апельсиновый такой вот графит лимон красивый темно-синий вот это сочетание лимона с темно-синим это вообще любовь сейчас вам хочу больше к свету ну в принципе у нас и в профиле есть по мануфактура пиура там вот как раз лимон с темно-синим вот такой коричневый там наверху шоколад не то шоколад не то какао вот этот темный изумрудный темно-серый это вообще не отсюда вот дальше идет такой же состав практически как у пиура но просто более тонкая ниточка пиура 800 метров на 100 грамм а калау полторы тысячи метров у него чуть шире палитра сейчас прошу прощения шире палитра вот такие есть несколько оттенков бежевого красный еще бежевый вот такой яркий красно-оранжевый темно-серый вот такой красивый красивый бордо вот такой бутылочный хаки вот такой изумрудный светлый приглушенный такой вот цвет подсолнух тоже отличное получится из него такие легкие изделия вот этот фузи мягенький вот из фузи образец вот я вязала крупными нарочито крупными спицами тоже можно связать вполне себе классные паутинки а можно и не паутинки можно более плотно вязать получится такое классное легкое вот вы не жалко не могу вам это передавать вот я кладу на руку это легкое прозрачное полотно и и она моментально начинает согревать потому что это ну пух альпаковый он на переверсеные кто кажется на украине так вот еще есть из альпаковых смесовок вот такой альпа люкс тоже есть отдельный так для него мануфактура альпа люкс там у нас леночка в таком чем пирочки классно из вот этого коричневого цвета с люрексом и там все оттенки представлены вот из того что осталось сейчас такой темно-темно-зеленый он не черный он именно темно-зеленый черный вот такой вот черный с сединой он даже серый скорее и вот такой вот карамель на какой-то вот именно карамель на коричневый на темной основе вот как раз из него и вот этот джемперочек люрекс кстати вот это тоже есть там расход люрекса грамм 30 и расход на джемпер был по моему 90 или около этого ну то есть очень легкая потом из таких легких теплых пряж есть вот такой вот фокус с интереснейшим составом видите здесь вот эта беленькая это хлопок с полиамидом в основе все остальное это вот такой вот кидмохерчик смотрите класс в одну ниточку тоже расход сказочные буквально в одну ниточку такой легкий красивый такой более благородный эффект а в две нити такой и он 2 более дерзкий такой крупные вязки такое волшебное полотно получается по цветам смотрите есть вот такой какао есть вот этот как мокрый асфальт черно-белый вот он стоит вот такие оливково золотая оливка он есть в разных партиях в этом у него немножечко отличаются оттенки вот такой бордо потом есть вот такой он как темно-серый с какой-то зеленцой оттенок вот он и вот такой более светлый вот это вот скажем так это один и тот же цвет на просто разные партии видите отличаются по тону классные пряжи еще мы сажали ее на мулине смотрите соединяли вот этот фокус с ниточкой мулине получались такие клевые образцы вообще соединять пряжу очень интересно можно таких эффектов добиться классно это мы соединяли со стопроцентным мериносом это тоже с мулиношечкой вот перед этим показывала меринос и мулине вот смотрите с фокусом смотрите как круто это тоже стопроцентный меринос мы добавляли эти какой у него густой классный кидмохеровый пол не колется фокус он очень теплый очень легкий и воздушный так баблилина я вам показывала новиночку вот эту пушистенькую показывала для тех кто не видел покажу еще раз смотрите какая прелесть знаете какой-то джемпер или кардика платьишка какое-то связать такое интересное фактурное свободное будет очень классно мне кажется от к мягко мягко или деткам какой-то прикольный джемперок где не надо вывязывать шишечки они сами себя чеки вывязали дальше здесь у нас такая смесовка марема это 50 меринос 50 альпака она сейчас тоже с большой достаточно скидкой есть вот такой серо-лиловый оттенок и черный и черный с проседью что сказать за пряжу пряжа классная она очень хорошего качества единственным ее нюансом что она тоже немножко ведет ее в глади и для чувствительной кожи будет покалывать потому что здесь не baby альпака здесь просто альпака но по качеству пряжа восхитительно у нас девочки оставались все очень довольны кто любит именно такую альпаку они влюблялись не приходили за добавкой обычно так здесь у нас стоит тоже суре альпака опять же одна это тот самый лучший лучшая порода альпаки очень струящаяся очень мягкая тоже она сейчас со скидкой да я в ночную смену сегодня судя по всему даже честно говоря не смотрела на время у нас все заканчивается эфир боже пол десятого ладно разберемся завтра вот классная очень струящаяся мягкая шелковистая совершенно не колкая baby альпака опять же ее нюансом является то что вот самостоятельно в глади она косит лучше ее сажать на меринос на что-нибудь еще можно на шелк можно меринос с шелком на любую другую пряжу которая стабильно и вы получите просто космическое по качеству полотно такая есть толстенькая еще альпака смотрите какой толстяк под спицы 9 миллиметров вот осталось только серенькая бежевую уже забрали вот этот серый красавчик мы такие пальто большие вязали всем классная на вот это тоже мягенькая очень мягкая пряжа в темно-синим цвете и осталось вот на на джемперок такой объемный классный вы не представляете какая она мягкая вот ее состав тут baby camel меринос и немножечко полиамида это основа они и baby camel и меринос они видите вспушены и напряжены на вот эту вот основу пряжа такая космически мягкая и нежная вот если здесь юлечка урбанская вот она скажет она вязала кардиган такой большой он легенький легенький и очень теплый тут не намека на колкость потому что с верблюдом бывает по-разному что baby camel все равно покалывает а это не колется от слова совсем дальше вот такой есть еще толстячок фиалковый и черный тоже такая фактурная ниточка в более бюджетном сегменте мохера но тоже прикольная вот это чуть подороже но она потрясающая здесь суперкит мериносовой шерсти полиамид тоже такой толстяк фактурная она не равномерное такой вот назовем это крутка не крутка потому что это на основаны на придем кидмохер и он местами с таким утолщением за счет чего полотно получается с такой интересной фактурой при этом она толстенькая но очень легкая я вязала тогда то ли на шестерках на семерках честно говоря не вспомню вот но пряжа очень классно она невероятно теплая она невероятно красивая хороший черный глубокий потому что иногда знаете когда такой черный седоватый смотрится это не очень а тут хороший глубокий черный вот здесь 50 на мохер с шерстью на шерстяную основу как бы на приале мохер пряжа толстенькая 300 метровая есть вот такой вот антрацит чуть более светлый вот красный есть наверное все вот так она смотрится а и темно-синий но темно-синий он чуть потоньше вот так это все она чувствительная кожа может покалывать до на чувствительной кожи будет покалывать но вообще пряжа очень классная с полностью натуральным составом самое то так здесь у нас смотрите что у нас здесь есть ничего здесь настолько нет так смотрите значит здесь топ 50 это тоже классный кидмохер от фил пуч длинна ворса видите какой он у него очень длинный ворс цвет вот такой вот антрацит темно-коричневый болотный черный темно-красный он такой даже вот как будто темно терракотовый и оттенок табак вот такой фрок есть это смесовка с неизвестным составом тут вот у нас на печатном самом деле но мы как бы потянули этот но состав на самом деле неизвестен и она сейчас по скидке а по какой же на скидке она есть в профиле по моему на по 60 гривен или по 50 я не помню не буду вам брать потому что не помню вот пряжа очень мягкая очень воздушная и очень классная правда несмотря на то что состав и неизвестен пряжа клёвая дальше вот такая вот смесовка с baby альпакой венге остался цвет серо-лиловый и антрацит образец у нас есть связанный с серого меланжа посмотрите какая она классная она легкая очень очень легкая вот да и она была чуть дороже на нее чуть снижена цена дальше здесь есть такая бюджетная смесовка ново вот вы видите цвета и вот смотрите из нее связан свитер вот можно из этой смесовки можно связать детям которые не будут аккуратно стирать изделие которые будут его закидывать машинку у них будет классный клевый стильный свитер а вам не надо переживать зато как они его будут стирать так девочки мы практически в общем то завершили конечно же я обязательно напомню о том что у нас есть регулярная ангора до ее цена отличается от той который вы привыкли видеть бобинная ангору но вопрос тут в том что не она не просто бобинная она заказывается напрямую у производителя у нас есть всегда ее цвета у нас всегда есть ее количество поэтому это большое преимущество скажем так это всегда свежая пряжа которая знаете как бывает иногда со стоком что ты заказываешь одно приходит совсем другое на бобине может быть написано что это ангора это может быть ангора но не то бывает по-разному когда ты работаешь с регулярной пряжи такого не бывает по цветам все есть по тегу мануфактура ангора вот также есть по тегу изделия которые вязали мы не мы девочки которые она уже себя зарекомендовала качеством все уже знают и очень удобно девочкам которые работают на заказ потому что они им не надо набирать домой тону это ангоры которая лежит непонятно закажут не закажут есть заказ они приходят и забирают столько сколько надо примерный расход на изделие на джемпер очки гладью если вязать спицами уходит грамм 150 160 если вязать на машине уходит от 170 до 210 в зависимости от размера и наличие или отсутствие ворота высокого дальше на шапочки если в качестве добавочной нити то уходит 25-30 грамм а если вязать только из ангоры в две ниточки то уходит где-то грамм от 40 до 55 вот так вот смотрите вот я вязала берет в две нити из красного цвета его расход составил всего 40 грамм берет связан на объем головы где-то 57 58 посмотрите какой густой густой пух вот сейчас его хорошо видно на просвет и издалека просто потрясающе тут у нас есть образцы из белого в принципе стараемся всех цветов делать образцы из белого это уже на машине связан из вот этого розового какао тоже есть образец вот такой вот серый туман персик сейчас недостоверно передается вот сейчас красивый очень вот это правильный вот цвет из вот этой канаре очки его зала свитер в тесте у татьяны вистерия называется у нас есть образец даже с узора расход в две нити на свитер достаточно большой оверсайз составил 300 грамм чтобы вы понимали вот этот узор он съедает невероятное количество пряжи поэтому 300 грамм это достаточно мало для такого объема джемпера свитера в общем и для такого узора это маленький расход если вязать какой-то гладью например то там расход будет меньше я думаю что там грамм 250 можно уложиться так черный вот с черным у меня есть вот я соединяла черную ангору мы сидят так ладно видно пух черную ангору и меринос смотрите такая получилась шапочку тоже можем кинуть на весы и посмотреть сколько она весит она весит всего 104 грамма из них где-то грамм 80 по моему или 75 мериноса и 25 где-то там 25 30 ангоры вот такая классная штука получается очень классные получаются шапки я прямо обожаю там вот видите розовый такой насыщенный такая как орхидея розовым там я соединяла норку с ангоры в прошлом эфире показываю покажу еще в этом вот здесь две ниточки норки с коротким борсом и и одна ниточка ангоры вот а здесь нить мериноса толстенького и 300 метров и ниточка ангоры вот так по цветам лазурный вот это та самая орхидея вот образец две ниточки красивый темно-голубой на серой основе вот такая бирюза на серой основе так и какой я вам на и вот этот любимчик баклажан очень красивый вот я вам показывала кэшу в первом эфире под про этот цвет ангоры я говорила они прямо идеально сочетаются достать вперед смотрите какой красавчик так норка норка у нас есть она с коротким ворсом это не длинного сангора тоже она есть в актуальных сохраненных вот этих вот stories есть отдельно все цвета с номером цвета можно будет посмотреть почему потому что сейчас они большая часть цветов перевираются только желтый наверно про передается все остальные искажаются дичайше просто так и хочу еще про то без это тоже регулярная пряжа которую мы заказываем с фабрики мы являемся официальными представителями в украине фабрики фил итали мы заключили с ними летом сотрудничество договор о сотрудничестве поэтому мы их представляем в украине вот не дождемся новые встречи с ними потому что у них есть очень много интересных артикулов которые мы бы хотели привести вот летом на пить и мы с ними увидимся вот значит по цветам что есть сейчас наличие есть вот такая продать что не нахожу половину образцов ну да ладно вот такой оттенок лаванда тоже тобиас есть в профиле по тегу мануфактуры тобиас еще я сделаю отдельный пост и попросила девочек нас отметить на фотографиях все кто вязал из нашего тобиаса я хочу сделать пост собрать всех воедино вы увидели сколько потрясающих изделий можно связать такая вот лаванда такой серо-голубой очень красивый вот этот оттенок тифани я очень жду пост от одной девочки с красивым свитером из этого цвета такой вот это не отсюда это отсюда красивый теплый оттенок зеленого вот он есть в образце чуть более рыхло связанным и вот здесь вот есть образец чуть плотнее связанным у меня сегодня то платка я вязала из красного цвета себе платок носила просто вот не переставая с тех пор как вязала он очень мягкий очень легкий очень теплый у меня платок огромный просто невероятный и расход составил всего 230 грамм для этой пряжи характерен такой очень маленький расход она теплая мягкая не колется так дальше вот у меня платок из вот этого красного цвета тоже я его в тот пост вставлю кстати достаточно неплохо на удивление передается сейчас цвет потому что днем он очень сильно искажается хороший благородный красный он в меру яркий с цветными вкраплениями так у меня уже даже телефон садится говорит хватит вот такой красивый синий меланж вот такой красивый благородный коричневый с пыльно-розовыми вкраплениями из фуксии смотрите какая прелесть это на пятерке вязала черный но черный просто фантастический однажды хочу платье из черного не знаю когда вот этот цвет бордо знаменитый наверное при слове тобиас большинство представляет себе вот этот именно бордовый оттенок красивый и такой бежевый и пыльно-розовый мне приходили девочки свитере за там пыльно-розовым очень красиво и что знаете что классно что не надо ничего выдумывать для тобиаса он в глади великолепен вот сколько девочек приходило у всех свитерочки гладью из этого цвета и из вот этого цвета из вот этого пыльного розового из вот этого цвета вот в глади из вот этого цвета вот ему гладь и больше реально ничего ему не нужно так что вот а и вот как же я могу свой любимый глубокий фиолетовый забыть показать так что вот так по спицам девочки к сожалению не успеваю пройтись есть у нас чагу есть один и регулярный як я постирала отстирала образец девочка настолько стал божественно это тоже биоджоли модеста для тех кто следит за миром пряжи вы наверняка узнаете такие меланжи потому что у коса гранды есть в пасмах это пряжа вот это та самая пряжа только тут непосредственно от производителя я вам завтра обязательно покажу постиранный образец она великолепна девочки всем огромное огромное спасибо за внимание спасибо что вы были со мной что все что вы меня вытерпели и до новых встреч эфир постараюсь сохранить пока пока и доброй ночи